МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эту программу мы посвящаем музыке. Мы расскажем о том, как искусство может стать смыслом жизни. Один из наших героев музыку живописует, другой служит музыке всю жизнь в оркестре и вместе с Тихоокеанским симфоническим в этом году встречает юбилей. Этот ритуал трубач Тихоокеанского симфонического оркестра Александр Ивашкин соблюдает уже много лет. Даже перед репетицией, выставляя ноты, настраивается, внешне и внутренне, волнуется. Он ждет встречу с музыкой. И так уже 40 лет. Один из старейших музыкантов Тихоокеанского симфонического и единственный в коллективе на сегодняшний день заслуженный артист Российской Федерации. Много лет Ивашкин был инспектором оркестра, долгие годы концертмейстером. Александр Егорович до сих пор активно принимает участие в жизни коллектива и всегда делится с молодыми неоценимым опытом работы. Ведь оркестр – это сложный организм со своими устоявшимися законами. Только опыт таких людей позволяет начинающим оркестрантам понять, как живет и дышит. И самое главное, как сыгрывается Тихоокеанский симфонический оркестр. 80 лет оркестра – это мой любимый коллектив, это моя вся жизнь, это моя судьба, которой я очень дорожаю. Иногда просто какая-то груз берет, что столько много и радости, что я в этом оркестре отдал свою жизнь, свою душу положил. Я пришел в этот оркестр летом 1969 года. А был такой у нас дирижер Виталий Антонович Крафтащук, великолепный дирижер, великолепный человек. Он пригласил меня прийти в студию радиотелевидения. Большая была студия. Я пришел с трубой, один, и он меня начал экзаменовать. Это продолжалось больше двух часов. Шахерезаду, который я понятия не имел, что такое Шахерезада, он положил мне ноты, и вот он меня всего. Первый, второй и третий. И еще плюс. Я вышел оттуда, и ничего, я просто не помнил, я был в трансе. Но потом в доме я осознал, что это такое. И он меня пригласил на работу. Пригласил на работу, и так мне совместно начали работать с ним. Очень помогал, очень оберегал молодежь. Работа в радиокомитете. Это была большая честь, большая ответственность. Это прямой эфир, это когда никаких записей, это прямо соло играешь на весь мир, на весь шарик играешь соло. И это приучало большую-большую ответственность за свое рабочее место, за свою игру и за свое отношение ко всему. К оркестру, к людям, ко всему радиокомитету. И мы дорожили, что мы работаем в радиокомитете. С оркестом много связок приятно. Мы же ездили, мы ездили по краю. Мы поездили по краю, это были великолепные поездки. Они тоже ответственные были, потому что люди ждали оркестр. Жду, особенно летом. Закончилась вся страда, дневная страда. Мы вечером давали концерт, полный зал народа. И Михайловки, и Вуссурийские, и Чернигов, полный зал были народа. И все нас так принимали. Я помню, как бы глаза людей, жаждущих, жаждущих. Жаль, что сейчас этого нет. И по радио, по телевидению выступали. Нас всех знали. Нас всех знали, здоровались. Мы постоянно были на виду. И вот когда в 90-х случилось вот это все со страной, спасибо покойному Атолию Ивановичу Тихону, не дали оркестру. Некоторые умные люди, в кавычках, хотели его угробить. Угробить больше всего. Хотели его, но спасли. Спасли, дали название тех оркестров. Там был оркестр телевидения, радио телевидения, сначала бы оркестр, потом телевидение радио, когда телевидение начало выходить. А потом дали звание техянского оркестра и привели фермермонию. Это умные люди, которые меня очень благодарны, которые сохранили. Это же жемчужина Дальнего Востока. Как все по всей стране, не оплачивались. Мы никому не жили. По радиопередаче прекратились, по телевидению прекратились. Мы телевидение не нужны были. В студии нам отказывали. Мы никто, даже не с улицы, ниоткуда мы. Вот эта история оркестра, она просто топилась, топталась. Спасибо людям, которые взяли вот этот затоптавший хороший цветок, они взяли и отогрели его, и дали ему жизнь. В общем, с ним понемножку. Финансово это, конечно, было мизер, все это мизерно. Но мы играли, постарались. То есть мы играли и на спорт гавани играли, и на площади все время играли. Мы играли и в парке Дома Севера, мы играли. Мы были на виду, мы не пропадали с виду, со зрения. Просто вот такая болезненная людистка, она отражалась на коллективе. Потому что многие начали уходить, потому что не устраивали. Какие-то моменты они устраивали. Вот самые такие стоки остались. И мы дорожим этим, мы с моими девчоночками обнимаемся, это мои, это родные мои. Сегодня оркестр исполняется 80 лет. Но это не говорит о том, что мы 80 лет. Он по своей сути, по душе, он молодой. И я, как участник этого коллектива, стараюсь быть в ногу с этим коллективом, чтобы доставлять максимум великолепного профессионализма в коллектив. Я поддерживаю форму. Я работаю в кранском комитете, я в 7 часов был уже в студии. В 7 часов там, мне не важно, дождь, снег, пурга, не пурга. Я жил на годах, я пешком, я любил утром приходить рано, потому что никого нет, я до работы, мы в 10 часов начинаем, я до работы все сделаю, все как надо. И эта привычка осталась у меня до сих пор. Я прихожу в филармонию, никого нет, я прихожу один, я все сделаю, как надо, все по полочкам разложу, чтобы дирижерка ко мне была только хорошей отношения. Так, чтобы с моей стороны не было никакой эрудистики. Готовы? Пожалуйста, идем подряд. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Величайший дирижер нашего времени, всего 20 века, Геннадий Николаевич Рождественский. Это перед вами портрет, реплика моего давнего портрета, который я написал в 86-87 году. Прошло уже больше 40 лет, а художник Владимир Старовойтов до сих пор помнит то потрясение, которое испытал при встрече с этим человеком. В 71-м году я впервые увидел Геннадия Николаевича Рождественского в Ленинградской филармонии. Я был дворником, в студентах работал. И, естественно, имел доступ на репетиции, в зал, и даже в орган приходилось там пылесосить. В общем, все было очень интересно. Но встреча с Геннадьем Николаевичем, он приехал с гастролью такой небольшой, несколько концертов дал, по-моему, два. И мы с другом проникли туда, на хоры, и видели все изнутри, весь репетиционный вот этот процесс. Это совершенно захватывающая вещь, настолько, что я заболел на всю жизнь этим зрелищем. И так полюбил это зрелище работающих музыкантов, как мало слов и как много результата. Встреча с Рождественским, с оркестром в начале 70-х годов прошлого века определила всю жизнь художника Старовойтова. Музыка и музыканты стали смыслом жизни и генеральной темой творчества. Ей он посвятил десятки картин. Ее он препарировал, исследовал, живописал в разных формах, техниках и жанрах. Вот жанр сказочный, с восточным колоритом. Геннадий Рождественский укращает дракона музыки. Вот такое, вот это движение было первое, синусоида. И потом начинаешь в психоделика, как выражаются ученые-искусствоведки. Психоделика. Ну а потом уже успокаиваешься и начинаешь отрабатывать, особенно фигуру центральную. Она немножко веловатая у меня и получилась, потому что хотелось передать все-таки сходство портретное. И в то же время он как китайский божок такой, понимаешь, символ счастья. СИМФОНИЯ Старовойтов исследует музыку через призму живописи и вполне логично проводит параллели. Вот симфония в синих тонах. Идея этой картины родилась после прослушивания морской симфонии английского композитора начала 20 века Ральфа Вуана Вильямса. Для меня важна цельность композиционная. И потом, кроме фигур музыкантов, мне очень важно было пространство. Это ж морская симфония. А в море что главное? Думаете, барашки там, под ветром, которые бегут, волны, поверхность? Что мы видим? А главное, глубина моря, в глубине. И мне нужно было создать ощущение вот этой глубины. Простейшими средствами, которые вот у меня под рукой были. А это что такое? Синий акрил и белый акрил. И маленькие вкрапления цветных пятен. Просто надо, чтобы воздействовать на сетчатку, раздражать сетчатку зрителя. Чтобы она запомнилась, как вот гонг в оркестре, там, помните, или звук тромбона. Все живопись художник Старовойтов заставил звучать. В итоге музыкальными стали портреты, пейзажи и даже натюрморты. В них цветовые пятна, как модуляции. Они перетекают одна в другую, порой взрываясь яркими созвучиями. Сегодня художник будет искать гармонию в формате камерном. Олечка, ты спрашиваешь, чем я дальше буду заниматься? Куда уже дальше? Разве я могу менять род занятия? Я могу его только усложнять? Но резко что-то изменить в своей жизни я уже не могу, да и не хочу. Это смешно было бы. Есть у меня мечта. Вот этот квартет, который я называю «Смурной», чтобы отвязались от меня и не расспрашивали, не требовали, чтобы я комментировал собственную работу. Я говорю, это «Смурной», я сам не знаю, что о нем сказать. Может быть, он кончится тем, что станет омерзительным. Настолько мне надоест. Понимаешь? Достаточно я ответил? То есть я буду продолжать живопись. Насколько она мне еще будет даваться? Я думаю, что я буду более свободен, чем предыдущие годы моей жизни в своей работе. А еще мне хотелось бы, Олечка, написать для Родины Конституцию Российской империи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова